Всем привет! Зовут меня Александр. Занимаюсь профессионально-отделочными работами в городе Гродно-Республика Беларусь. Хотел немножко рассказать о монтажном пистолете 3-120. Приобретался он в Российской Федерации. Ездил специально за ним, так как у нас в Республике Беларусь нельзя было его приобрести. Обошелся он вместе с дорогой туда и обратно мне 1200 долларов. В комплекте шел сам монтажный пистолет. Две коробки гвоздей плюс два баллона. Сейчас я покажу, как он выглядит. Сама упаковка, чемодан сам. Он сам весь пластиковый, с оригинальной надписью HILTI. Очень емкий, очень большой. Выглядит сам пистолет вот так. Он у меня в рабочем состоянии. Уже давно работаю. Так что не обращай внимания, что он такой покоцанный. Здесь хотел рассказать немножко плюсы и минусы его. Плюсы то, что он безотказный. Это, как все говорят, это 100% как говорят, только оно есть, что он безотказный. Так как по собственному опыту я вам говорю, что я сам попал лично в электропровода, не имеючи прибора для отслеживания электрических кабелей, то случайно три раза подряд попал в провод, который был под напряжением. Честно говоря, там аж искры посыпались, но пистолет до сих пор работает, но есть небольшие нюансы. Там что-то видно подгорело или что-то, но получается, когда она сам нагревается, то иногда получается холостую стреляет. Ну вот, какие плюсы? Плюсы то, что у него держатель очень хороший, то есть он в два этапа отщелкивается, плюс у него идут рожки, вот эти вот, для того, чтобы вы могли спокойно поставить его на пол и он не упал. Довольно очень устойчивый, ну вот, сам он весит 3,6 килограмма, но довольно очень вес правильно распределен, отцентрирован сам пистолет. И, честно говоря, для работы это не сказывается. Но единственное маленькое, но когда к потолке вы стреляете и довольно очень большой объем, да, это на руку немножко вес отдает, но это надо привыкнуть к нему. По технике безопасности предупреждаю, что с ним только надо работать в очках и в берушах, либо в наушниках, так как он очень громкий. Для того, чтобы он выстрелил, вам придется нажать вот этот, сам вот этот вот штырь. Вот смотрите. Видите? И только тогда можете выстрелить. Без того, как, без этого нажатия вы просто-напросто не нажмете кнопку, вот. Видите, вот, я нажимаю и он не срабатывает. Когда я его приобретал, в комплекте были гвозди. Выглядят они вот так. Сейчас покажу вам. Но они сейчас приобретались у нас в Республике Беларусь. Стоимость их на теперешнее время высока. Ну, довольно очень дороговато. Но если у вас большие объемы, сразу говорю, то это окупается. Клиенты всегда готовы оплачивать эти расходники. И тем более, если люди сейчас на данный момент очень заняты. То есть у них времени нету ждать. То я с таким не сталкивался, чтобы сказали, ой, сверли мне префаратором, а я подожду. Такого не было. Здесь баллон идет GZ-21. Здесь на 700, ровно на 750 выстрелов. И плюс короткий идет 750 гвоздей. Вот, эти гвозди у меня здесь по бетону. Они разного размера. Здесь идет 18-е. Это по тяжелому бетону. Также есть 20-е по легкому бетону. Плюс 27-е. Это по штукатурке. Ну вот, плюс 32-е. И потом идут 39-е. У меня есть и 32-е, но я не буду их доставать. Здесь у меня заправлены идут 39-е и 18-е. Вот, это идут по штукатурке, по блокам. Ну, то есть, чем мягче деталь, стена, тем длине надо дюбель. Вот, вот этот баллон, видите, здесь 22, GZ-22, GZ-21. В 21-м там газ заправлено меньше, в 22-м это больше. Он приобретался именно в России. Я до сих пор его держу на всякий пожар. Так как одного баллона, если его не доставать и холостую не тратить, вот этого баллона, то этого баллона 21-го хватает ровно на 750 выстрелов. 22-го, если не доставать, то его хватает, я прикидывал, на 1000 выстрелов. Довольно очень удобно, но у нас в Беларуси их не достать. Они идут только в комплекте 21-ми. Ну, здесь идет индикатор, пойдем дальше, в пистолете. Здесь индикатор идет заправки баллона. То есть, если у вас одно деление, он будет моргать, то вы уже больше не выстрелите. Плюс здесь съемная сама панель. Жюмель откидывает, системная панель. Вот, я до конца не буду доставать. Ну вот, видите, его просто можно спокойно снять. И все. Плюс регулятор давления, то есть усилие на забивание гвоздя. Плюс это максимально, минус это... То есть, нажали минус, немножко вот этот штырь выдвинулся. Цена на данное время в Республике Беларусь одного выстрела получается, я прикидывал, где-то около 6 тысяч рублей. Ну, это по сравнению с простым дюбелем, то, конечно, это покажется очень дорого. Но окупаемость его довольно очень высока. Ну, и сам инструмент, конечно, дороговатый. Но он мне окупился. Я его специально ездил в Россию, покупал под специальный, ну, под объект. Потому что у меня появился момент сделать объект, который... Ну, короче, очень большой объем. Вот, я специально ездил за ним. И он мне только за этот объект окупился. Ну, вот. Что еще о нем? В нем в комплекте шел еще шомпорт. Это специально для... Как у меня бывало, что два гвоздя застроили в этом. Просто проталкиваете, молотком бьете. И выталкиваете. Также очки. Плюс идет инструкция. Ну, вот. Без очков, я уже говорил, что без очков ни в коем случае нельзя работать. Так как в бетоне разного типа бетона, то иногда бывает, что... Не бывает, а процентов 30 он бетон не забивает. Если вы крыло поставите сам пистолет. Пистолет обязательно надо ставить ровно. Для этого здесь предусмотрен вот этот... Вот это направляющее. Без него просто-напросто вы физически ровно не поставите. Так что рекомендуем. Последнее, когда был маленьким объектом, делал коридор. 8 квадратов надо было обшить гипсокартоном. Надо было сделать где-то около 50 выстрелов. То я вам скажу, что даже по 18-ми гвоздями по бетону я загнал около 10 гвоздей. Остальное пришлось старым дедовским способом делать. То есть сверлить. Там был пустотел. Сверлить сам бетон. Загонять деревянные колочки. И закрутить туда саморезы. Так как, сделав около 40 выстрелов, ни один из гвоздей я не загнал. Вот это большой минус. То есть штукатурка, бетон, сталь загоняет все 100%. А вот по бетону 30% вы не загоните. Так что надо смотреть, какой именно сам бетон. Также к нему покупалось, когда был на объекте последним, приобретал специальные крепления для Амстронга. Ну вот, они идут с пластиками, такими насадочками. Видите, здесь уже гвоздь загнан, то есть не забился. Я его специально оставил. Просто загоняешь, он держится, и вы сюда вешаете сам эту спицу. Но я эти крепления, которые не загнаны, я их оставлял, выбивал эти гвозди и просто прямым через сталь загонял, там есть специальное отверстие, загонял в бетон. То практически вот у меня осталось из всей коробки вот две штучки. То есть даже если вы не сразу, с первого раза не пристрелите, то можете спокойно этот пластик снять и через сталь стрелять. То на то время я потратил гвоздей довольно очень много. Так как для них нужна специальная насадочка. Она немножко шире, чем по обыкновенному, по гипсокартону. Там нужна насадка для электриков. Она вот эта аккаунт шире, так как вот пластик должен конкретно вставать на него. А он у меня просто не вставал. Приходилось держать рукою и стрелять. Сама насадка у нас компания Hilti в Республике Беларусь стоит около 800 тысяч. Что знаете, для меня это очень дорого. Даже какой бы ни был бы объект, мне проще взять руками, подержать и пристрелить. Что еще хотел сказать. Довольно очень неприхотливый инструмент. Но не требует никаких вложений, ничего. Но честно говоря, я очень доволен. Советую приобретать. Но если есть возможность купить монтажный пистолет с той же самой компанией Makita, еще есть компания какая-то, ну не помню как называется, то можете тот, те приобретать. Там просто-напросто расходники намного дешевле, чем у Hilti. Ну вот. Всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok